Всем привет, это канал Частер, меня зовут Кирилл, и здесь мы говорим о часах. Сегодня у нас абсолютно новая серия ProTrack PRJ-B001, вышло три версии, сегодня на все три посмотрим, обсудим их плюсы и, скажем так, спорные моменты. Соответственно, классическая черная расцветка с темным электронным дисплеем, с дисплеем белым бежевый вариант, ну и третий, совсем необычный, вот с таким вот ремешком, все три модели вы сможете приобрести в моем магазине chasterclub.ru, ссылки будут в описании. Так вот они новые, ProTrack вблизи, выглядят свежо, чего-то похожего в линейке часов для походов мы не наблюдали, но первое же впечатление очень легкие, я вот их держу в руках, три модели и вес не ощущаю. Тут, естественно, биопластик, то есть тот самый полимерный материал, который сделан из возобновляемых органических источников, мы к нему привыкли, его уже и в G-Shock добавляют и в ProTrack, и во все что угодно, здесь все полностью, и задняя крышка, и корпус, и безель, и ремешок, ну естественно вот у этих двух версий, выполнен как раз таки из этого материала. Минеральное стекло плоско утоплено ниже уровня вот этого безеля. Четыре кнопки, обратите внимание, две слева, две справа, но кнопка, которая правая нижняя, она немножко выделена цветом. Здесь безель поворотный, мы видим Unlock Lock, что это значит? Безель здесь сделан таким образом, чтобы мы могли поворачивать вот в такое положение, будем его называть Romp, и в этом положении кнопки перед нами открываются, то есть мы легко можем на них нажимать. Вот, например, меняем информацию на электронном дисплее, сейчас у нас день недели, число и секунды, по желанию меняем на текущее время и секунды или обратно. Но, как только мы закрываем и щелчок, слышим также, закрываем в положение, будем его называть квадрат, то кнопки как будто бы скрываются, их уже не так удобно нажимать. Хотя, при желании нажать можно, то есть вот, например, на ту же кнопку мы можем к ней подобраться, нажимать. То есть кнопки не блокируются как таковые, на них нажимать можно. Сделано это для того, чтобы в положении квадрат у нас кнопки случайно не нажимались. Вот, выносите часы и беспокойтесь, что у вас будет случайно нажатие. Возможно, это действительно редкий случай, большинство из вас об этом вообще не беспокоится, но вот здесь такая фишка придумана. То есть, в принципе, этот безель не вращается на полный оборот, он вращается только до этого положения, до ромба и обратно до квадрата. Все со щелчками. Ну и не знаю, насколько вообще это функционально, потому что кнопки можно нажимать в обоих положениях. И я думаю, что большинству людей будет нравиться именно формат квадрата, а не ромба. То есть, пожалуй, часы носить лучше не в таком положении, хотя интересно выглядят, а в таком. Но как раз таки в таком кнопки нажимать неудобно. Но да ладно. Сам циферблат мы видим, что здесь помимо электронного табло, которое, кстати, очень похоже на серию J2200, как мне кажется, нас встречают крупные индексы, крупные стрелки, читаемость отличнейшая. И индикация в форме то ли карабина, то ли чего-то такого походного, сразу про трековский дух, но особенно вот с этим ремешком текстильным. К нему мы, конечно, еще вернемся. Это очень-очень необычно выглядит. Но что касается индикации, она сейчас указывает на уровень заряда батареи M средний. Да, здесь солнечная батарея. Тов Солар, вот мы видим как раз надпись на внутренней стороне безеля. Еще надпись, кстати, 10 атмосферной водонепроницаемости, то есть плавать можно. Так вот, уровень заряда, а дальше режимы. Я думаю, что по функционалу мы посмотрим лучше в варианте с белым электронным дисплеем, чтобы вам лучше видно было. Да, все лучше. Лучше и лучше. Но, кстати, что касается задней крышки, она такая стильная, я бы сказал. Смотрите, прямоугольная. Не знаю, почему-то мне ее форма очень нравится. Необычно. Ну и здесь краткая информация, собственно, о часах. Так, функционал. Функционал классика для любителей G-Shock. То есть это классическая такая четверка, мировое время, секундомер, таймер, будильник. Мировое время здесь можно посмотреть, соответственно, время в одном из часовых поясов. Секундомер. Точность одна сотая, до 24 часов измерения. И вот как раз мы видим, зачем эта кнопка была у нас подсвечена дополнительным цветом. Вот она подсвечает за старт скундомера. В этом случае желтая. Здесь, естественно, бирюзовая. То есть, как вы понимаете, она совпадает вот с этой расцветкой индексов. Ну, а здесь оранжевая должна быть, по-моему. Да, оранжевая. Итак, остановка, сброс. Там же и сплит-функция есть, то есть отсечки временные. Таймер обратного отчета можно задавать посекундно, что важно, но до 60 минут только. И будильник. Пять штук здесь. Будильник по звуку стандартный. Никаких сюрпризов. Ну, фанатов ProTrack или тех, кто знаком с этой линейкой, может возникнуть вопрос. А где, собственно, ProTrack'овские функции? Где трипл-сенсор? Где барометр, термометр, альтиметр, компас, в конце концов? Этого всего здесь нет. И это, пожалуй, главный такой, не то чтобы минус, но момент для обсуждения. Потому что здесь решили отойти от классической, ProTrack'овской идеологии. Чтобы часы были не просто походными внешне, а еще и готовы были помогать в ваших походах. Пожалуй, вот это многих может отпугнуть от покупки этой серии. Но здесь сразу хотел бы вас предостеречь, что модель максимально бюджетная. Чуть ли там не в два, в два с половиной раза дешевле обычных ProTrack. Поэтому решили здесь от этого функционала отказаться. Но, тем не менее, часы остаются подходящими для каких-то загородных путешествий. Потому что водопринцаемость неплохая, надежность. И Bluetooth. Еще и Bluetooth есть. То есть мы можем синхронизировать с приложением в смартфоне наши часы. А там, кстати, есть функция Time and Places. То есть отмечать точки и время их прохождения, если вдруг как раз путешествуете. Настроить поиск телефона, ну и несколько других примочек стандартных. Естественно, выставить вот эти все секундомеры, будильники тоже там. Точнее, таймер, будильник тоже там. Все это можно. Ну а в темноте часы порадовали. Вы посмотрите, как ярко. Как ярко светят индексы и стрелки. Тут не пожалели. Тут не пожалели накопителя. И действительно, читаемость отличная. И это даже еще без подсветки. Но не забываем, что есть и подсветка, которая помогает считывать время на электронном дисплее. Так, у нас дисплей белый. Давайте посмотрим, что у нас с черным творится в темноте. Тоже, тоже читаемость отличная. Здесь, конечно, на 5 с плюсом все исполнено. Ну и вы думали, наверное, что сейчас будет модель на запястье. А нет. Сегодня идем не по стандартному сюжету. Все-таки стоит вам показать, как управляться с этим ремешком. Выглядит он необычно. Отсылает на какие-то стропы. Опять же, на альпинистское снаряжение, на походное снаряжение. Но управляться им, возможно, с первого раза будет немножко проблематично. Для этого в комплекте идет даже специальная инструкция. Ну, после которой, в принципе, все становится понятно. То есть, саму длину ремешка мы регулируем вот здесь. То есть, если вам нужно его сделать больше, то мы что делаем? Мы просто его выдвигаем в ту сторону, чтобы здесь было расстояние больше. А если у вас запястье маленькое, вам нужно сузить, уменьшить диаметр ремешка, то мы, наоборот, задвигаем его сюда и внутренний конец сюда подтягиваем. Ну, я думаю, что это интуитивно понятно. А что касается оранжевой части ремешка, то здесь следующий вариант. Вот мы его, предположим, подтянули под нужную длину. Надеваем и за вот эту лямочку протрековскую тянем, затягиваем и вот сюда таким образом вставляем в пазы. Далее в пазы вставляем сюда, чтобы ничего нигде не выскочило. Ну, и таким образом они у вас будут сидеть. Да, здесь мне, конечно, еще можно чуть-чуть убавить. Но и сразу стоит отметить, что ремешок этот, в принципе, если вы подгоните под свое запястье, естественно, будет у вас сидеть достаточно надежно. Но в каком-нибудь бурном океане их, я думаю, смоет на раз. Так что это для таких вот спокойных людей. Ну, а если вы решили в поход поедете, то для спокойных. Для спокойных походов без всяких эксцессов. Потому что мне кажется, что слететь он может достаточно быстро. Хотя, с другой стороны, не знаю, в живую, в походе я его не использовал. И если вы в любом случае беспокоитесь за что-то, то можно взять другую версию. Или поменять ремешок. 23 мм здесь ширина его. Данный вариант, естественно, сделан из текстиля. На запястье где-то от 14 см до 22 см. Это ремешки полимерные. Здесь, я думаю, можно и больше сделать при желании. Ну, а что касается габаритов самого корпуса. То высота 53, 46 см ширина. Толщина 13,6 см. Ну, и, как вы понимаете, он может выглядеть на запястье. И таким образом. Кстати, тоже ничего. Вес. Варианты на полимерных ремешках весят. 44 грамма. Уже. Ого. А вот эта версия 37 граммов. Стоит ли вам говорить такую очевидную вещь, что это самые легкие про трек за всю историю. Ну, и посмотрите, бежевая версия действительно свежо смотрится. От нее прям веет вот этой летней свежестью. И, опять же, вариант ромб. То есть, такое расположение безеля. На самом деле, я, пожалуй, вначале погорячился. В плане того, что многим будет квадрат. Больше заходить нет. В варианте ромб. Тоже смотрится неплохо. Все-таки дизайнеры у Касси продумали, видимо, форму, которая и так, и так хороша. Ну, а что касается применения, то это помимо походного использования, помимо загородных путешествий и прогулок, естественно, и городское. Также здесь функционал, можно сказать, G-Shock-овский. Может быть, нет противоударности и 20 атмосферного непроницаемости. Но мы в городе, пожалуй, не встречаем каких-то экстремальных условий. Поэтому это использование в городе, опять же, как с голым запястьем, так и с какими-то простыми рубашками, возможно, в клеточку или что-то такое. Кассио вроде и делает часы под какие-то определенные направления, но использовать их можно в разных ситуациях. В конце отметил бы, что серия, пожалуй, удачная. Во-первых, из-за дизайна. Все-таки дизайн свежий. Да, здесь есть отсылки на какие-то моменты из предыдущих поколений G-Shock и ProTrek. Но, тем не менее, общий вид вызывает радость. Что-то по-настоящему новое. Далее вес. Абсолютно невесомая ProTrek. И в длительных походах у вас рука не будет отягощаться. Что касается версии в 37 граммов, она еще имеет интересный ремешок, который также привлекает. Ну и функционал. Да, здесь нет, опять же, трипл-сенсора, барометров, термометров. Но будильник, секундомер, таймер. Плюс Bluetooth и работа в приложении. Также солнечная батарея, 10-атмосферная воднепроницаемость. То есть, в принципе, для не совсем экстремальных условий точно подойдет. Даже более чем. Ну и, опять же, некоторые моменты связаны с удобством. Они, мало того, что легкие, еще и эргономичные. Плюс два внешних вида. Можно запясть носить и так, и так. Да, если вы, опять же, вам больше нравится квадратная форма, то нажимать на кнопки может не очень удобно. Но все вот эти моменты, которые кто-то посчитает за минусы, кто-то за недостатки, можно отбросить, увидев цену. Это по-настоящему бюджетный сегмент. Особенно про трек, если мы берем серию. Действительно небольшая цена. Ну а по соотношению цена-качество здесь вообще все выше всяких похвал. В конце хотел бы узнать и ваше мнение, какая из моделей понравилась больше. Обязательно напишите об этом в комментариях. Ну а если вам понравилось это видео, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. На этом все. Всем пока.